Всем привет! С вами Фруктура Мастер. Меня зовут Роман. И сегодня будем учиться делать оригинальную, но очень простую вкусную, ягодную мышку. Сразу скажу. Это будет у нас клубничная мышка. Эту клубничку можно будет сделать самому в течение нескольких минут с детьми или с друзьями и очень порадовать кого-то таким необычным сюрпризом. Так, для чего нам, что нам для этого понадобится? Мы будем использовать клубнику, собственно говоря. Единственное, что клубничка должна быть более-менее круглая, не очень маленькая. Также понадобится деревянная палочка. Еще будем использовать виноград. Две-три штучки понадобятся. Можно зеленый, можно темный. И ежевика. Ежевика я взял покрупнее, поскольку это будет более эффектно. Так. Начнем с того, что мы выбрали нашу будущую мышку. Отделяем зеленый хвостик от нее. Так. И теперь нам нужно сделать сделать глаза, нос и уши. Для того, чтобы сделать глаза и нос, нам понадобятся зерна ежевики. На клубничку он пойдет три штучки. С ежевики не всегда удобно отделять вот эти ягодки, но для маленькой работы можно спокойно отделить самые-самые верхние зерна, которые растут у основания стебля. То есть, зубочисточкой мы аккуратненько подлезаем и высвобождаем нужное нам количество зерен. То есть, на одну мышку пойдет три зернышка, вот мы их сверху так вот подеваем и достаем. Даже если они у нас немножко помнутся, мы сможем использовать, если у них будет хотя бы часть одна целая. То есть, вот я отделил. Соответственно, с одной ягоды много отделить не получится, поскольку сверху самые такие крупные и легко с ним отделяемые части. Так вот, у меня есть три заготовочки, теперь будем устанавливать. Для этого я вот наметил место под глаза и палочкой делаю небольшое углубление. То есть, вот прям вдавливаю зубочисткой мякоть и теперь с помощью этой же палочки я поддеваю наше зерно ежевичное и красивой стороной вставлю наружу, то есть, узкой частью мы опускаем ядовое ежевики в наше углубление, а верхнее красивое в виде шарика остается на клубнике. То есть, вот мы установили глаза, таким же способом делаем углубление под нос носик и таким же способом устанавливаем носик. Все проверили, все стоит, теперь делаем ушки. Для этого мы отрезаем от винограда кусочек, то есть, макушечку, и делим пополам, то есть, шарик отрезали, этот круг, мы его разделили пополам, теперь каждую половинку устанавливаем выше глаз. вот это наметил, что у меня здесь будут ушки стоять. Для того, чтобы хорошо поставить, тоже можно небольшое, совсем маленькое углубление сделать и вставить туда виноградные ушки. Все, вот просто применяю зубочистку по клубнике и вставляю уши. То есть, вот у нас уже готовы уши, глаза и нос. осталось сделать хвост. Как мы будем делать хвост? Для этого мы возьмем еще одну клубничину, разрежем ее пополам, чуть правее центра, а следующий срез будет, отступив 3-4 миллиметра посередине, еще отрежем. То есть, у нас получится вот такая заготовочка клубничная. Теперь мы ее положим, отрежем зелень. И сейчас нам будет необходимо, отступив буквально 3 миллиметра, сделать такой вот срез вдоль края клубники. То есть, смотрите, я отрезал две трети от заготовочки. фактически у нас такой вот квадратный отрезочек получился. Так, это будет наш хвост. Теперь мы берем нашу мышку и также зубочисткой уже сзади делаем углубление под хвост и вставляем туда нашу заготовочку. То есть, вот таким вот образом. если выпадает, делаем чуть пошире. Главное, чтобы все более-менее держалось. Так, все так стоит. Клубника нежная, нежный продукт. С ней иногда приходится и поработать. То есть, у нас вот получилась вот такая вот мышка. Эти мышки хорошо используйте в качестве десертов, угощений для детских праздников и делаются они довольно легко. Второй момент, если у вас нет под рукой ежевики, используйте вместо этого темный виноград. Просто делайте небольшие углубления, вытаскивайте темную мякоть винограда и вставляйте их в качестве глаза и носа для мышки и получится тоже очень хорошо. Так что, желаю всем удачи в творческих начинаниях. С вами был Фухтова Мастер. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok